Привет, девчата! Респект вашим парням! Продолжаем тему о саморазвитии женщины и как таковом саморазвитии, которое я считаю настоящее саморазвитие, именно женское саморазвитие. И я задал 8 вопросов самому себе и задал эти вопросы вам о саморазвитии женщины. Как направить себя по пути саморазвития. Третьим вопросом, который прозвучал в предыдущем видео, это был вопрос о мотивации. Какая у вас мотивация, чтобы заниматься саморазвитием? Ответом на вопрос о мотивации обычно является следующий шаблон. Говорят, я хочу изменить свою жизнь. И конкретно мы там ставим какие-то параметры, которые мы хотим изменить в своей жизни. Мой образ внешний, говорят, женщина, девушка меня не удовлетворяет. Мои отношения с мужчинами меня не устраивают. Либо мы хотим участвовать в каком-то проекте, и для этого проекта необходимо соответственно изменить что-то в себе. С критерий проекта мы под него не подходим, и мы хотим сделать себе какой-то такой апгрейд. И эти вопросы мы все подводим под такую черту, под такую крышу, которую мы так называем саморазвитие. И часто такое саморазвитие не приносит нам желаемых результатов. Почему это происходит? Потому что у нас имеется мотивация. Обычно это наше какое-то умственное размышление. Или самоанализ, или более такое простонародное, грубоватое слово, самокопание. Если мы занимаемся самокопанием, то это не саморазвитие. Если мы нашли какую-то причину, какой-то мотив в собственном анализе себя, или какой-то ситуации, в которой мы хотим, чтобы произошли изменения, то это не имеет отношения к саморазвитию. Обычно вся линейка саморазвития относится к изменениям в жизненном пространстве, в окружающем мире женщины. Я предлагаю вам другой мотивации, более такой прагматичной, скажем так, это мотивация стать единственной и неповторимой. Таким образом, когда вы поставите себе такой внутренний мотив проявить свою исключительность, стать единственной и неповторимой, таким образом, у вас это будет постоянная величина, ваше саморазвитие. Это не временная величина, как у самосовершенствования, каких-то навыков, освоения, когда вы во времени осваиваете какие-то навыки, и эти навыки затем применяете в каких-то общественных жизненных ситуациях, то это называется самосовершенствование. И это временная величина. А саморазвитие – это величина постоянная. Так вот, чтобы эта величина стала постоянной, первый и главный мотив – я единственная, я неповторимая, я исключительная, я совершенство. Вот это у вас мотив, который даст вашему саморазвитию такой стержень, фундамент, основание, состояние постоянной величины. И к этой единственности, к этой единице, скажем так, вы уже потом будете пристраивать нолики, такие нолики. Когда мы говорим о таком мотиве, то, безусловно, мы приходим к необходимости говорить о мужчинах. Потому что в среде женщин вы не можете сказать и единственное, и неповторимое. Вы не можете выделить свою исключительность, когда нет рядом мужчины. И женский коллектив, как известно, очень сложно гармонизирует без мужчины. Когда появляется в жизни женщина, реально мужчина, то ее единственность, ее неповторимость начинает проявляться. Поэтому для развития мотивации, для развития причины вашего саморазвития нам необходим мужчина. То есть, когда мы говорим о мужчинах, что через мужчину я становлюсь единственным, неповторимым, уникальным. И мои качества единственности становятся мотивирующим, главным фактором моего саморазвития. В этом случае мы сразу находим мужчин в разных образах, в разных ипостасях, скажем так. Первый образ. Когда вы читаете книгу, написанную мужчиной, или снятый фильм, который сняли мужчины для вас, художественные, литературные и так далее. И таким образом мы находим, когда читаем эти книги, находим свою в этих книгах исключительность, находим отклик в этих книгах, что да, благодаря этим книгам, благодаря этим познаниям этих мужчин, этих образов, которые они создали, я вижу свою исключительность, я вижу свою уникальность. Это поддерживает меня, это меня мотивирует. Безусловно, это важно, такой этап проходить литературный, культурный взаимодействие, общение с таким как бы виртуальным мужчиной. Но в конечном итоге, мотивация, самая главная мотивация, это когда вы встречаетесь с реальным мужчиной. Даст вам ту самую реальную, ощущаемую, осязаемую, эмоциональную исключительность, индивидуальность вашу, подчеркнет, единственность и неповторимость. Мужчина реальный, конечно, может быть, конечно, близкий, ваш партнер, ваш друг, ваш муж, ваш любовник, и тому подобное. Ваш коллега, по какому-то цеху, по какому-то проекту, и так далее. Итак, если вы ответите на этот вопрос о саморазвитии, о мотивации к саморазвитию, через единственность, неповторимость, исключительно собственную, и мотивом для вас становится реальный, настоящий мужчина, тогда ваше саморазвитие становится индивидуальным, единственным и неповторимым. Тогда для вас все эти книги, которые вы читали, становятся, как бы так, уже неглавенствующие, понимаете, они вам помогают, как костыли, да? Итак, девчата, сегодня я просил уделить вас побольше внимания вопросу о мотивации для саморазвития найти в себе причину своей единственности и исключительности, неповторимости. С вами был я, Виталий. Подписывайтесь, лайкайте, если нравится. Не нравится, тоже лайкайте. Всех вам благ. Отличных летних деньков. Хорошей погоды. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok